Сергей Пателеевич Мавроди получил наибольшую известность как основатель финансовой пирамиды МММ с 1994 по 1997 года. В суде после ее краха были признаны потерпевшими 10 454 человека, но по неофициальным данным были признаны от 10 до 15 миллионов человек. То есть большая часть вкладчиков, которых, как говорил Мавроди, всего было около 15 миллионов. Согласно материалам следствия, участники МММ вложили 3 миллиарда рублей в пирамиду. Сергей Пателеевич же своей оценкой не делился. В 1994 году он был избран депутатом Государственной Думы и появился на заседании лишь один раз. Но он никогда не скрывал, что стремился занять должность ради получения депутатской неприкосновенности. В 1996 году Мавроди заявил о намерениях баллотироваться на пост президента России. Но его кандидатура не только не была зарегистрирована, но даже было заведено уголовное дело по причине поделки подписных листов. После 4,5 лет заключения в тюрьме Сергей Пателеевич стал заниматься творчеством и затем попытался возродить МММ. В связи с чем снова привлек к своей фигуре внимание. В 2011 году 79% опрошенных граждан исключали возможность участия в новой финансовой пирамиде. 71% считали 4,5 года лишением свободы слишком мягким приговором для Мавроди. 77% считали его аферистом и жуликом, и лишь 11% называли финансовым гением. За последние 10 лет социологических исследований по отношению к Сергею Пателеевичу не проводилось. Однако он по-прежнему не забыт, и сейчас он получает кардинально другую оценку. В нем видит гениального человека, который опередил время. Несмотря на то, что 26 марта 2018 года он скончался. Это произошло, когда ему стало плохо на автобусной остановке в городе Москве. Он жаловался на слабости и боли в сердце, и случайный прохожий вызвал ему скорую. Врачи доставили Мавроди поздно ночью в больницу Москвы, где он скончался от сердечного приступа. Как человек, который обанкротил многих, отсидел в тюрьме, испытал на себе гнев и ненависть людей, смог сейчас получить уважение? Как ему удалось вовлечь 15 миллионов граждан в финансовую пирамиду? Какие цели он преследовал при создании МММ? Каких жизненных принципов придерживался? Что было его мотивацией для создания МММ? Об этом мы сегодня и поговорим, и ответим на главный вопрос. Был ли Мавроди мошенником, который хотел построить свое счастье на чужом несчастье? Или все же он был гением с благими намерениями, которому преградили путь? Когда ситуация в экономике становится непредсказуемой и шаткой, то на горизонте появляются различные схемы, проекты и предложения, которые предлагают инвестировать свои средства и якобы их приумножить. Соблазн вложиться в сомнительную, но прибыльную историю возрастает. Но в таких схемах больше получают те, кто стоит за такими схемами. А тот, кто вкладывается, остается либо с нулевой прибылью, либо хуже с минусовой. Секрет же сохранения и увеличения сбережений в кризисное и шаткое время кроется совершенно в другом. Он заключается в улучшении себя как специалиста. Нужно найти то, в чем можешь быть полезным для других. Сейчас многие обеспокоены, что искусственный интеллект скоро заберет их работу. А так и не стоит переживать. Искусственный интеллект не сможет заменить профессии, где требуется эмпатия, понимание, поведение людей. Например, такое мне грозит дизайнерам интерфейса. Чтобы создать удобный, полезный дизайн, нужно понимать ваших пользователей. То есть сочетать творческие и аналитические навыки. Чтобы создавать по-настоящему качественные интерфейсы, я рекомендую пройти курс «Профессия дизайнер интерфейсов» от ProductStar. Ребята как раз специализируются на создании классных качественных IT-продуктов. Курс создали действующие дизайнеры из топовых IT-компаний. Но самое важное – обучение будет полностью подстроено под ваш темп жизни. Ребята создавали курс для максимально комфортного индивидуального обучения, за которое отвечает личный ментор. Вместе с ним вы научитесь создавать интерфейсы и улучшать их удобство. Он станет для вас полноценным наставником. И вместе вы будете собирать портфолио на реальных задачах. А чтобы вам было спокойнее за будущие перемены в индустрии, у ребят есть целый блок по управлению искусственным интеллектом в дизайне. Для этого вы уже после первого месяца обучения будете брать заказы на фрилансе, чтобы начать получать первый доход. Затем, спустя еще месяц, вы отправитесь на стажировку в компанию-партнер. Ну а дальше вас доведут до финального трудоустройства. Помогут даже на испытательном сроке. Все это для того, чтобы вы точно окупили обучение. В противном случае вернуть деньги. И только по моему промокоду MENTAL вы получите скидку 50% на все курсы и консультацию в подарок с дизайнером или другим топовым специалистом. Спешите. Предложение действует только две недели. И записывайтесь на курс по ссылке в описании или сканируйте QR-код, который находится на экране. Ситуация с МММ 90-х годов – одна из причин, что почти целое поколение выросло со страхом к нестандартным методам заработка денег. К этому можно отнести все, где деньги не зарабатываются стандартным путем, когда ты каждый день ходишь на работу. Это покупка акций, криптовалюта, даже предпринимательство. Многие, кто разорились или были свидетелями этого финансового ужаса, надежно закрепили в голове мысль, что бесплатный сыр – только мышеловки. И главным виновником своих бед многие выставляли именно мавроди. Это отношение сохранялось достаточно долгое время. МММ стало нарицательным условом «мошенничество». После того, как он вышел из тюрьмы, его первые появления на ТВ, где он фигурировал, воспринимались очень критично. Даже на интервью, на которое его взяли, он подвергался жесткой критике. Однако в последние несколько лет, и даже сейчас, личность мавроди кардинально изменилась в умах уже нового поколения. Он вызывает интерес. Отношение к его образу меняется, и интересно разобраться в причинах такой резкой смены настроения. На это влияет несколько факторов. Первое – это визуальный образ. Не секрет, что первоначально отношение к человеку формируется за счет его внешности. Человек мыслит образами. Сейчас рынок интернет-обучения перенасыщен различными курсами и выступлениями предпринимателей, которые обещают большие заработки при минимальных вложениях и усилиях. Они любят демонстрировать материальные блага, чтобы подтвердить свою экспертность и показать результат того, что такого может добиться тот, кто освоит определенную какую-то технику. Нередко предпочитает и соответствующую одежду с разными атрибутами роскоши. Образ Мавродии не входит в эту категорию. Он не демонстрирует ни визуально свои материальные блага, не говорит об этом. Его внешний вид не просто обычный, он одевается даже еще скромнее людей, которые не причисляют себя к категории успешных и состоятельных граждан, что ломает шаблон и располагает. То есть его образ визуально демонстрирует его материальную незаинтересованность. Более того, он прямо говорит о своем отсутствии интереса к деньгам. Раз у него нет интереса разбогатеть и купить там новую яхту, вероятно, у него нет интереса нажиться на участниках МММ. Он не преследует материальную выгоду и, соответственно, ему можно доверять. Именно такая картинка и воспринимается, вероятно, многими. Примером такого феномена может быть Григорий Яковлевич Перелиман, российский математик, который зависит тем, что доказал гипотезу по Анкаре, которая была нерешенной проблемой около века. В марте 2010 года математический институт КЛЭЭ присудил Григорию Перелиману премию в размере 1 миллиона долларов США за доказательство гипотезы по Анкаре, что стало первым в истории присуждения премии за решение одной из проблем тысячелетия. В июне 2010 года Перелиман проигнорировал математическую конференцию в Париже и отказался получать выигрыш. При этом сам Перелиман ведет достаточно аскетичный образ жизни. Люди, которые узнают об этой новости, видят его в жизни на фотографиях и сравнивают с его достижениями, повышают уровень и кредит доверия к этой личности. Второе, почему Мавроди может вызывать интерес, это футуризм. В последнее время заметен интерес людей к футуричности. Имеется в виду стремление перемен в плане новых устоев, новых правил жизни, открытие чего-то, что кардинально изменит жизнь человечества. И любой транслятор таких идей вызывает интерес. Например, Лилан Маск, который реализовал автомобиль, который не потребляет топливо. Его идея о путешествии в космос и на Марс. Или Жак Фреско. Основными темами исследований были холистический дизайн, посевный дом, города с устойчивым развитием, ресурсно-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии и роль науки в обществе, которая так и не получила своего развития. Сюда же можно и отнести с Мавроди, с его новой, по его словам, идеей будущего, где людям не приходилось бы работать, а с помощью МММ все были бы счастливы и зарабатывали. Человек, который хочет изменить привычную устой нестандартными методами, вызывает интерес. Третье — риторика. Безусловно, то, что несмотря на неудачу МММ 90-х годов и повторное открытие в 2011-м того же проекта, вызывает как минимум интерес, любопытство. Зритель задается вопросом. «Погоди, сначала же не получалось, все люди разорились. Почему ты делаешь это снова?» Сначала появляется скепсис, который постепенно переливается в любопытство. Когда слушаешь рассуждения человека, который достаточно отстранен и принципиально отстаивает свою модель, тут же и влияет тот формат диалога, где происходит донесение этих идей. Почти в каждом интервью, куда приглашает Мавроди, его высмеивают и критикуют. При этом он сам достаточно равнодушен и спокоен. Он с определенным уважением относится к тем, кто его пригласил. В такие моменты хочется проявить эмпатию к человеку, который стал объектом нападок со стороны, и суть беседы в этом случае уносится на второй план. Все это формирует человеческое любопытство к его личности, что, к слову, и привело к созданию моего видеоанализа. Таким образом, Мавроди представлялся общественности. Но чтобы его понять, необходимо обратить внимание на то, как он сам себя воспринимал и как привлекал людей на свою сторону, помимо футуризма и риторики. Сперва обозначим, как сам Мавроди себя характеризовал. Он говорил, что был непоседливым ребенком, победителем Олимпиад. Его таланты познания в математике и физике были настолько значительны, что в школе иногда он мог вести уроки вместо преподавателя. Сергей Мавроди также выиграл большое количество Олимпиад и поступил в университет по особому конкурсу. Физтех Мавроди, как он говорит, не поступил из-за банальной арифметической ошибки. Позже ему даже предлагали стать доктором физико-математических наук, но он отказался. Его логика математической склад ума, который был сформирован в это время, в дальнейшем отразится на его карьере и личности. Математическое мышление дает большие преимущества. Абстрактное мышление умения решать задачи, просчитывать варианты событий, смотреть на явления системные с холодной головой, оценивать факты, а не их эмоциональную окраску. Мавроди обладал феноменальной памятью. С возрастом она стала обычной, а он человеком домашним и замкнутым. Он никогда не хотел уехать за рубеж, не имел загранд-паспорт, а в ресторане был лишь однажды, любил рыбалку, одевался просто. Вот сидит передо мной миллиардер бывший. Ну, бывший, да. Малый как-то бывший. В старых домашних тапочках, в спортивном костюме. Тапочки нормальные. И в быту жил скромно. А это Феррари, у него такая посадка. Ты едешь, на тебя все тарачатся, там лежишь вообще куда-то там, полулежа. Это совершенно неудобно вообще. Я один раз на ней проехал. Я так не знаю, я кому-то даже не отдал, а просто сказал, ну, заберите ее. Если судить по собственной оценке Мавроди себя, создается совершенно непримечательный образ. И тогда возникает вопрос. Как настолько обыкновенный человек мог привлечь в МММ миллионы людей и повести их за собой? Почему в случае необходимости он мог объявить референдум и стать президентом? Ответ кроется в правильной стратегии работы с массовым сознанием и хорошим знанием психологии, который, кстати, Мавроди интересовался. Пирамид – это живой органит. Здесь все эти математические задачки из первого класса, Перельмана там, не работают вообще. Есть еще важный момент психологический. Необходимо различать цель, задачу и мотивацию. О целях его финансовых пирамид мы поговорим чуть позже. Сперва обратимся к их главной задаче. В своей книге «Тюремные дневники» Мавроди говорит, что в некотором роде он чувствовал косвенную ответственность за дефолт 1998 года и крах ГКО, то есть государственных краткосрочных облигаций. Потому что государственные краткосрочные облигации частично являются идеей Мавроди. Главный автор и разработчик системы ГКО Златкис неоднократно лично консультировалась с Мавроди и позаимствовала у МММ идею выпуска ценных билетов. Различие между МММ и ГКО заключается в целях, риске и том, кто стоит за выпуском бумаг. Частное лицо или государство. Хотя у них есть и общая, а именно задача. Мавроди подменяет задачу целью ГКО и называет ей привлечением максимума средств при минимуме обязательств. Хотя цель заключалась в покрытии дефицита государственного бюджета. И такая задача была поставлена как и перед государством, так и перед Мавроди. Ключевым элементом всей формальной и неформальной организации МАС становятся фигуры главного лидера. Исключительный успех организации МММ по сравнению с другими конкурентами был во многом обусловлен позицией, занятой в ходе игры Мавроди. Автор исследования, в основу которого были положены данные социологического включенного наблюдения за деятельностью вкладчиков МММ, выделил две особенности сформированного образа Мавроди. Выраженная персонификация действий компаний и техника косвенного представительства. Деятельность МММ напрямую увязывалась с ролью Мавроди. Он вступает в политические схватки, он борется с системой во имя экономической свободы и не только. При этом он является народу не прямо, а посредством косвенного представительства. Образ Мавроди закрепляется на подсознательном уровне, в частушках юморе. В какой-то момент он обожествляется, что мы и наблюдали в период массовых волнений по защиту мученика Мавроди. Мавроди четко понимал, что личный выход к толпе значительно повышает риск обнаружить свои слабости или того хуже продемонстрировать собственную заурядность. Но он действовал в век громадных медийных возможностей и эффективно их использовал. Одним из возможных и достаточно эффективных методов работы с толпой является механизм лидерства. Люди склонны доверять не абстрактной группе, точный состав которой неизвестен, а одному конкретному человеку, которым, например, мог бы быть Мавроди. Но для того, чтобы стать лидером, необходимо обладать харизмой, притягательностью, владеть ораторским искусством. Нельзя сказать, что Мавроди был именно таким, и, скорее всего, он сам это понимал, и потому выбрал иные пути работы с гражданами. Нельзя сказать, что МММ была полностью персонифицирована, как я сказал ранее. Несмотря на то, что ее создание принадлежало Сергею Пантелеевичу, он не участвовал активно в ее продвижении при помощи создания личного бренда, как мы бы сказали сейчас. Мавроди появлялся лишь однажды для новогоднего поздравления, но постепенно присутствовал на билетах МММ. Такое поведение выгодно с точки зрения массовой психологии, потому что люди перестают иметь дело с реальным человеком и начинают взаимодействовать с его образом. Мавроди была идея использовать доллары и красить эти доллары специальной, например, красной краской, чтобы они отличались от обычных зеленых. Но он отказался от этой идеи, потому что она была слишком уж ярко, слишком вызывающе блестяще, и неизбежно привлекало бы всеобщее внимание, что, в свою очередь, могло подвигнуть власти на какие-то излишне резкие заранее непредсказуемые действия. Поэтому он от нее отказался. Но у купюр с изображением Мавроди были свои достоинства. В образ на билете вкладчики помещали свои надежды на лучшую жизнь и, конкретно в случае с МММ, на прибыль. Помимо образа Мавроди, на дизайне билетов содержался еще один компонент манипуляции. Они выглядели точно так же, как и советские рубли, с единственным отличием. Вместо портрета Ленина на билете был изображен портрет Сергея Мавроди. Такие билеты были проще в использовании и воспринимались в сознании потребителя как реальные деньги. С помощью банкнот удалось создать как образ Ленина, так и нужный образ Мавроди, который работал вне зависимости от аудитории. Образ Мавроди был достаточно общим и недетальным. Люди могли достроить его, исходя из своих ценностей. Например, воры в законе, с которым Мавроди столкнулся в тюрьме, назначили его своим другом. Один вор объявил меня другом. Киллер Леша Солдат называл Мавроди единственным по-настоящему опасным человеком в тюрьме. Закамерник, командир штурмового батальона в Афганистане, считал Сергея Пантелеевича самым жестким человеком, которого он видел в жизни. Командир штурмового батальона в Афганистане, лично расстреливавший заложников женщин и детей, с которым вы сидели в одной камере, говорил, что в жизни не видел более жесткого человека. Хотя, как Мавроди сам говорил, он никаких поводов для такой оценки не давал и не понимал, почему о нем такого мнения. Что он имел в виду? Да, я не знаю, что он имел в виду, я не переспрашивал. Это действительно было так. Вторая стратегия работы с коллективным сознанием – удачная реклама. Она просто и понятно объясняла суть финансового кооператива и предлагала альтернативу ваучерам, акциям и другим финансовым обещаниям, которые были непривычны и непонятны людям того времени. Несложный принцип «завтра больше, чем сегодня», каждый день работающий как часы, привлекал внимание и вселял уверенность в завтрашнем дне, которая была так необходима. Мавроди считал, что фатальной ошибкой разработчиков ГКО были фиксированные сроки выплат. Государство давало стабильность, а Мавроди – надежду. В этом заключалось их различие. Но люди увидели в проекте Мавроди стабильность, хотя он никогда не давал обещаний. Он никогда не обещал, что цены акции будут всегда расти и открыто объявлял о том, что никаких гарантий нет. Мавроди поступил умно, не дал обещаний, которых не мог исполнить, в итоге его не в чем обвинить, потому что он открыто предоставлял информацию о рисках, и фактически люди сами обманулись, когда поверили в предсказуемость и стабильность МММ. Но такие предупреждения от Мавроди сродни мелкому шрифту в договорах. Они присутствуют формально для соблюдения закона, но фактически создается противоположный мелкому шрифту образ организации. Мавроди одинаково оценивают обе финансовые пирамиды. По его мнению, и в 1994 году, и в 2011 он помогал гражданам и делал им добро. МММ-94 было добро, МММ-2011 было добро. Я еще раз говорю, в сотый раз, я хочу помочь стране, помочь людям. Я считаю, что людям от этого будет лучше жить. А вы считаете? И делают добро. Эти слова являются оценкой своей деятельности, но не говорят о целях создания МММ. А они, вероятно, были разными в 1994 и 2011 годах, поскольку пирамида – продукт Мавроди. Если меняется автор, то может поменяться и замысел его работы. При возрождении пирамиды Мавроди уверял, что личная прибыль его не интересовала и стремился подкрепить свое отвращение к материальному при помощи мимики. Мне это неинтересно, понимаете? Я говорю совершенно не кокетничаю. Целью пирамиды 2011 года он назвал построение нового мира, а МММ выступала лишь инструментом для разрушения мировой финансовой структуры и совершения апокалипсиса. Нынешний мир плох. А, построить новую реальность. Он должен быть разрушен, и на его обломках построено новое. Каким именно Мавроди видел новую реальность и как собирался ее выстраивать на остатках старой, он не пояснял. Вероятно, он придерживался этой концепции не самого начала, ведь еще в 2010 году, за год до возобновления МММ, Мавроди говорил, что намерен заниматься творчеством, а не финансовой деятельностью. Занимаюсь сейчас творчеством, во-первых. Я сейчас фильм снимаю. Мне это нравится жить. Я сейчас снимаю фильм. То есть финансово придумывать вы ничего не собираетесь? Да, если меня не составит жизнь, вот говорю это как на духу, вот если меня жизнь не составит, если не дойдет дело до того, что я с голоду начну подыхать, и придется, то я не буду заниматься. На мысль о различных целях МММ 94-го и 2011-х годов наталкивают по меньшей мере два высказывания Сергея Мавроди. Во-первых, он читал, что на вершине находится вакуум, там пустота, но для того, чтобы это понять, нужно сперва до нее добраться. Да, там вакуум действительно. Во-вторых, он говорил, что зарабатывать деньги интересно на первоначальном этапе, когда пытаешься доказать себе, что ты способен на это. Соответственно, не исключено, что в первой пирамиде он преследовал личные цели. Вероятно, они не преследовали материальную выгоду, но они могли быть духовными, уверить себя в собственных способностях. Конечно, он уверял, что финансовое благополучие и роскошь его не интересовали, и в целом можно сказать, что Сергею Пантелеевичу свойственный аскетизм и жизнь без излишеств. Но проблема заключается в том, что такой взгляд на существование отражал Мавроди 2010 года, но не Мавроди 90-х. Сказать абсолютно точно, что в 94-м году он стремился к материальному комфорту нельзя, но также нельзя отрицать, что его сдержанный, простой способ жизни был присущ ему всегда, а не сформировался под влиянием опыта, когда он получил доступ к роскоши, но, как потом оказалось, бесполезный. Но исключать, что Мавроди уже в 90-х пришел к концепции изменения мира с помощью пирамиды тоже нельзя, потому что он продолжил развитие МММ, а не создал новый проект. Возможно, он поступил таким образом, так как пирамида 2011 года все еще соответствовала изначальным целям, и потому не требовался новый способ достижения этой цели. На намерение продолжать проект МММ повлиял и характер Мавроди. Несмотря на тяжелые условия в тюрьме, в первую очередь психологические, он не сломался. Но на самом деле в тюрьме это второстепенно, вот эти бытовые условия. Там очень тяжелая психологическая обстановка. Одним из немногих способов протестовать в местах лишения свободы является объявление голодовки, и Мавроди объявлял ее несколько раз. Даже в сложной ситуации он сохранил внутренний стержень и желание отстаивать свои принципы и бороться за свои идеалы. Мавроди был способен на риск и считал, что граждане тоже к нему готовы. Благодаря склонности к риску, Мавроди не побоялся начать проект МММ. Рискованный человек с большей вероятностью способен начать предпринимательскую деятельность, потому что собственное дело сопряжено с множеством рисков. Склонность к риску не может существовать без мотивации достижения успеха. И, безусловно, Мавроди хотел, чтобы его цели реализовались. Для этого необходимо было учитывать различные факторы и не делить информацию на черную и белую. Но Мавроди свойственно другое отношение к событиям прошлого. Мавроди представляет такую картину. Его никто никогда не рикетировал и никто из властных структур не стоял за ним. Я еще раз говорю, если бы это кто-то крышевал, это неизбежно бы всплыло. Если бы у меня были хоть какие-то контакты с уголовным миром, это неизбежно бы всплыло наследствие. При создании МММ он не нарушал действующее законодательство. Его финансовая пирамида не рухнула, ее разрушило государство. Предприятие было абсолютно законом. Потом влезло государство и все развалило. Это произошло всего за полгода. 1 февраля все началось, а уже 3 августа Мавроди арестовали. Между ним и государством была война. Его посадили, потому что он стал обладать слишком большой властью и мог легко собрать референдум и стать президентом. Понимаете, невозможная ситуация, когда в государстве есть человек, который абсолютно неконтролируемый, который вот завтра произнесся, соберет референдум и всех разгонит. Она невозможна. Кто меня мог поставить под контроль? Я сам там всех собирался ставить под контроль. Что значит меня еще поставить под контроль? При этом Мавроди не нужно держать себя под контролем, чтобы не сказать лишних слов. Он чувствует себя уверенно перед публикой и открыт к разговору. Он говорит, что мог бороться за свою свободу, чтобы не получить срок, так как у него была колоссальная поддержка вкладчиков и возможность влиять на них. Но он не стал этого делать, потому что в таком случае пролилась бы кровь. Хотя он был уверен, что в тюрьме его не убьют. Можно с уверенностью сказать, что Мавроди уверен в правдивости своих слов. Его поведение не выдает волнения, стремления скрыть информацию или исказить ее. Но если исходить из рассказа Сергея Пантелеевича, то получается, что есть белое и черное, добро и зло. Он и государство. При этом в своей правоте он уверен. Я нигде не ошибся. Я просто не стал приступать через кровь. Еще раз повторяю, нигде я не ошибся. Бинарная оппозиция сильно упрощает картину мира. Истина всегда лежит где-то посередине. Ни Мавроди не был белым и пушистым, ни государство не было кровожадным и деспотичным. Мавроди не настолько благородный и великодушный человек. Хотя, конечно, моральные ограничения у него есть. Для того, чтобы это увидеть, необходимо обратить внимание на его принципы, отношение к другим людям, чувство ответственности и вины. Внутренний стержень, способность рисковать и выйти за рамки привычных стандартных представлений. Помимо этих черт Мавроди, которые мы уже касались, ему присущи еще несколько особенностей. Иногда нужно смотреть не на непосредственные слова человека о себе, а на то, что он говорит о других. Зачастую под безличными предложениями и обобщениями скрывается опыт или убеждение человека, который он распространяет на всех. И Мавроди также говорил о себе в обобщенных предложениях. Это видно на примере следующей фразы. Я вообще ничего не боюсь. Человек вообще не должен ничего бояться. Сперва он говорит о себе, а затем транслирует ту же мысль, но уже на примере абстрактного человека. Если он не ворует, это противно человеческой природе. Значит, что-то с ним не так. Однако не все воруют, но вероятно из-за того, что Мавроди сталкивался с расхищением его денег или сам воровал, то он считает, что такова человеческая природа. От любого человека можно добиться всего чего угодно. Все имеет свою температуру плавления. Есть температура, любовь, верность, честь, дружба, все. Либо его неоднократно предавали, и поэтому он сделал такое заключение, либо он и в отношении себя допускает плавление, то есть отсутствие принципиальности и возможность отступления от своих ценностей. 90% на 99, наверное, желаний у человека связано только с тем, что они неосуществимы. Прийти к этому заключению он мог либо теоретически, когда рассуждал бы о желаниях, либо практически, когда получил бы возможности, чтобы исполнить любое свое желание. Следовательно, до того, как он разбогател, у него могли бы быть мечты, для исполнения которых требовались деньги. Поэтому он мог преследовать личные цели при создании МММ. Когда он становится у власти, он уже перестает быть преступником. Единственная категория, да, сила. Масштаб личности определяется масштабом ее деяний. А он считал себя личностью большого масштаба, потому что был уверен, что легко может стать президентом или развязать войну. Соответственно, ему была присуща сила и власть, которые, согласно его логике, нивелировали преступления. Поэтому он не чувствовал вины сосадейная. Но когда начался судебный процесс, он утратил силу и власть. И тогда почувствовал ответственность. На чувство ответственности и вины еще влияют принципы и характерные черты Мавроди. Потому, как ведет диалог Мавроди, складывается ощущение, что его главным принципом является честность. Я вообще никогда не был. Я крайне редко вору, точнее. Он не раз говорил, что не нарушал закон. Соблюдал я закон или не соблюдал? Я его соблюдал. Предприятие было абсолютно законно. Вопрос стоит так. Есть ли обман? Обмана нет. О всем честно предупреждено. Законы они нарушают. В данном случае, безусловно, речь идет об установленных правовых рамках. Но важно отметить, что Мавроди в его понимании также не нарушил и моральный закон. Потому, что при создании МММ он был честен с потенциальными вкладчиками. Объяснял риски и не давал гарантий. Да. Граждане, не вступайте в МММ. Вы рискуете. Если вы вступаете, извесьте все свои риски. Подумайте. Соответственно, обвинения Сергея Мавроди в стремлении обмануть вкладчиков не верны. И таким образом, он не является мошенником и аферистом, поскольку предоставлял информацию о рисках. Однако все же к нему сохраняются некоторые вопросы, потому что Сергей Мавроди по-настоящему умный человек и эффективный управленец. И трудно поверить, что он не осознавал низкий уровень финансовой грамотности граждан. И потому не играл на их надеждах. Иначе для чего была создана такая обширная рекламная кампания? И поэтому необходимо обратить внимание на то, как он воспринимает вообще человека, личность. Человек здравомыслящий, здравый, он вообще дееспособен, а сам принимает решения. В его представлении человек свободен и принимает взвешенные решения. Мавроди ориентируется на модель человека и мира, которую он выстроил с помощью логики. Люди в его восприятии действуют рационально и продуманно, потому что сам Мавроди холоден и безэмоционален. И потому что логико-математический подход не подразумевает случайности и чувств. Ну не надо глупо себя вести, видите, разумно все. Разные представления о человеке и законах, по которым функционирует жизнь, стали причиной непонимания Мавроди, Олега Тинькова и Олега Анисимова. Зачастую Мавроди спрашивают одни и те же вопросы и получают одни и те же ответы. Ведущие стремились доказать неизбежный крах финансовой пирамиды, с чем Мавроди неизменно не соглашался. Тиньков и Анисимов опирались на реальную жизнь и неидеальные представления о человеке, который может быть жадным и эгоистичным. Он другие цепляет мотивы, базовые, я сейчас говорю, секс и жадность, он берет жадностью, а все жадные. Мавроди, напротив, опирался на свой идеальный и рациональный образ человека. Еще нельзя не отметить манеры общения Мавроди. Он может выйти за рамки и показать свою эмоциональность, когда чаша его терпения переполнена. Особенно ярко это проявляется в момент, когда его продукт подается критике. Вы что, слепые, что ли? Я еще раз говорю, в сотый раз. Я хочу помочь стране, помочь людям. Но при этом он готов из раза в раз повторять свои аргументы в защиту пирамиды. Опять-таки, как не бывает, когда есть МММ. Следующей характерной чертой Мавроди является ориентир на себя и свои представления и ценности. Сажаю всех на финансовые наркотики, но закон этого не запрещает. А моральные оценки мне безразличны. Он равнодушен к мнению окружающих. Об этом свидетельствует также и его образ. Простая дишь до отсутствия какой-либо роскоши и брендов даже во время того, когда он был миллиардером. И хотя личной жизни Мавроди не распространялся, он осветил развод женой. Будучи в тюрьме, он самостоятельно принял решение о разводе и поставил жену перед фактом. Писал заявление о разводе. И написал одновременно заявление на имя начальника тюрьмы, что я прошу не пускать жену на свидание больше. Он поступил так, потому что считал, что таким образом даст ей свободу. Его намерения были благие, но факт заключается в том, что он был уверен в правильности своего решения, ориентировался на свои ценностные представления и даже не спросил мнения жены. Не узнал, как она видела ситуацию и что могла бы предложить. Но такой вывод делается, исходя из того, что говорил сам Мавроди. Что происходило в реальности, к сожалению, неизвестно. Ему было не нужно доказывать что-то окружающему, потому что главный, кому Мавроди должен был что-то доказать, это он сам. К тому же это все интересно на первом начальном этапе, на первый раз, когда ты там, конечно, доказать как-то, что ты способен. И вероятно, ему удалось это сделать, потому что Мавроди убежден в своей правоте и уверен в правильности своих действий. При таких принципах снова проявлялась его склонность к делению на черное и белое. Он честен, предупреждал о рисках, его финансовая пирамида не рухнула бы. Рано или поздно, вы сами понимаете, пирамида ваша рухнет. Это, во-первых, еще один миф. И она построена для людей. По словам Мавроди, банки, государства тоже организуют пирамиды, но не предупреждают о рисках. Они мошенники, которые действуют в своих интересах. Таким образом, поскольку Мавроди не переступал через свои моральные принципы, не обманывал, не нарушал закон, видел главный ориентир в самооценке, а не оценке себя общественностью, и был убежден в непричастности к разрушению пирамиды, то чувство вины за свою деятельность он не испытывал. Однако ему не чуждо чувство ответственности. Исходя из сложившихся обстоятельств в 90-х, он не стал избегать наказания, принял на себя ответственность и отсидел весь срок. Хотя, если учитывать его финансовое состояние и социальное положение, он мог бы найти выход уклониться от ответственности или выйти раньше положенного срока. Принципы, черты личности, характер отражаются на образе человека. Они могут как привлекать внимание, так и наоборот отталкивать человека. Желание создать альтернативный порядок объясняет обращение Мавроди к творчеству и кинематографии. По его сценарию герой попадал в антимир, антироссию, то есть антиутопию. Создать антиутопию в реальной жизни Мавроди не удалось, поэтому он решил реализовать свою творческую преобразовательную энергию хотя бы в фильме, в котором довел до пика пороки и несовершенства современности. Как и между богом и дьяволом есть общее, так и между утопией и антиутопией существует сходство. Оба жанра представляет вымышленную, гиперболизированную и одностороннюю картину, в которой все либо белое, либо черное. Мавроди хотел построить идеальный мир и верил в эту возможность. С одной стороны, довольно странно, что Мавроди собирался реализовать такую программу, ведь он умный человек и должен понимать, что идеалистические представления осуществимы лишь воображение, а в реальности всегда могут мешаться и объективные, и субъективные факторы и разрушить план. С другой стороны, вера Мавроди объяснима средой, в которой он рос и воспитывался. Советский человек долго верил в утопию по строению коммунизма. Еще идеалистические взгляды объяснимы его личными особенностями, которые выражались в высоком самомнении делении на противоположности без полутонов, убежденности в собственной правоте и неподверженности критики себя. Он настолько верил в себя и себе, что не мог представить, что в чем-то мог ошибиться или что-то может пойти не по его плану. Мавроди противоречив, ум сочетается с верой в идеальное будущее, простота и скромность с грандиозными планами и высокой оценкой себя, желание добра людям с радикальными релевационными преобразованиями, честность и представление информации с фактическим несоответствием ей в рекламе. Такие несоответствия подводят к противоречивому вопросу. Кем был Мавроди? Злодеем или благодетелем? Какой изначал в нем преобладала? На основе всего сказанного мы можем прийти к выводу, что Мавроди не такой простой, как им хочет казаться. Конечно, он не врал, когда говорил, что деньги ему безразличны. Он соблюдал закон и не хотел обворовать граждан. Искренне говорил и о стремлении сделать добро людям, и для этого он использовал финансовую пирамиду как инструмент. Но Мавроди исходил из собственных представлений о добре, которое могло расходиться с представлениями других людей. Попередим стояла задача по вовлечению в МММ как можно большего количества людей. О целях МММ 1994 года мы можем лишь догадываться, потому что полностью доверять рассказам о прошлом спустя несколько лет нельзя. И наиболее вероятно, что цели МММ 1994 и 2011 годов были разными, потому что пирамида неразрывно связана с ее единственным создателем, а он за прошедшие годы явно изменился. В 2011 году целью МММ был апокалипсис, который бы позволил Мавроди построить новый мир. Несмотря на то, что Мавроди был уверен, что обе пирамиды были добром, несмотря на то, что он говорил, что помогал людям, его мотивация не была благодетельной и благотворительной. Появляется соотношение вопросов зачем и почему, целей и мотивации. Целью могло бы быть построение альтернативного мирового порядка, но мотивацией не обязательно была помощь другим и улучшение их жизни. Мавроди не был мотивирован любовью к ближнему и желанием содействовать его благу. Об этом говорит его не слишком большая импатичность. Если бы его действительно интересовали люди, он избирал бы более мягкие способы. Но Мавроди действовал радикально, собирался устроить крах мировой финансовой системы. При таком кардинальном повороте жертва, кризисе, падение уровня жизни неизбежны. Не говорит о его человеколюбии и отсутствии сожаления о пострадавших от краха пирамиды. Он не испытывал сожаления о содеянном, потому что разрушение пирамиды винил государство. Но обвинение государства не исключало соболезнования разорившимся, хоть и не по его вине. Люди не так интересны Мавроди, ему интересен результат. Математический склад ума давал ему возможность построить стратегию придерживаться и холодное, безэмоциональное, расчетливое отношение ко всему происходящему является одним из жизненных принципов Мавроди. Его мир состоит не из субъективных факторов и эмоций, а из схем прогнозов целей и методов их достижения. Но проблема заключается в том, что не все люди такие же, как Мавроди, и мир не функционирует по математическим законам, потому что человеку свойственны эмоции, сомнения, колебания, необдуманные, импульсивные поступки. Мавроди не злодей, который хотел разбогадеть за счет кражи средств вкладчиков, но и неблагодетель, который создал пирамиду из-за человеколюбия и добросердечности. Его называют гением, но его гениальность проявлялась не в создании финансовой пирамиды. Еще в 19 веке россияне столкнулись с подобием финансовой пирамиды Ивана Рыкова финансовую пирамиду создал Чарльз Понци. Мавроди считает гениальным за счет его альтернативного взгляда на мир, проекта нового устройства, в котором деньги не будут решающим. В нынешнем обществе люди работают за деньги. В новом обществе будут другие ценности. Мавроди давал надежду на лучшее будущее и поэтому привлекал на свою сторону людей. Если академические прогнозы редко привлекают такой общественный интерес, потому что анализируют и объясняют, то футурологические еще обещают и зовут. Альтернативный проект Мавроди был ориентирован на широкого потребителя и потому получил широкий резонанс в обществе. Социалисты-утописты Оуэн, Сен-Семен, Фурье тоже когда-то всполыхнули умы людей. Большевики во главе с Лениным тоже хотели построить новый мир. Различие между социалистами-утопистами Лениным и Мавроди заключается в путях построения альтернативного порядка. Оуэн, Сен-Семен, Фурье и Ленин сходились в том, что совершенствование моральной природы человека, его психологии, поведения, морали есть и непременные условия всех дальнейших преобразований в любой сфере. Благодаря воспитанию будет улучшена личность всех и каждого и это позволит построить новый нравственный мир. Мавроди же исходил из того, что человек уже готов участвовать в реализации его проекта идеального будущего, но этому может помешать государство или другие внешние факторы. Было также и общее между социалистами-утопистами Лениным и Мавроди. Они видели пороки современности. Люди подвергаются эксплуатации и материальной, и моральной. Они бедны и вынуждены подчиняться правящей элите, часто невежественной и жаждущей сомнительных удовольствий. Между людьми нет взаимопонимания и взаимопомощи. Сам труд непроизводителен. Вознаграждение за него несправедливо. Социалисты-утописты Ленин и Мавроди понимали, что в настоящем не смогут добиться воцарения нового идеального порядка. И поэтому они пытались через теоретическое конструирование возможного и желаемого будущего прийти к нему. Новый нравственный мир это мир братства, любви и взаимопомощи, уважения, где все относятся друг к другу с терпимостью, милосердием. Еще одна общая черта между социалистами-утопистами Лениным Мавроди заключается в том, что они все упрощали людей. В их трактовке человек был похож на винтик, который можно закрутить в нужном месте с помощью заданного алгоритма действий общины или финансовой пирамиды. Но в реальности футуристичные проекты не просуществовали долго. Предпринималось около 40 попыток создать коммуну Фоланстер, но ни один из этих проектов не просуществовал более 12 лет, а большинство прекратили свою работу после 3-5 лет существования. Советский проект безусловно существовал дольше, но уже в новом измененном качестве. Многие намеченные преобразования и достижения были свернуты из-за их утопизма и нежизнеспособности. Пирамиды Мавроди тоже существовали непродолжительное время и не оставили после себя тех результатов, на которых рассчитывал Мавроди. На основе всего сказанного мы можем прийти к выводу, что Мавроди не такой простой, каким хочет казаться. Конечно, он, скорее всего, не врал, когда говорил, что деньги ему безразличны. Кажется, он даже искренне говорил о стремлении сделать добро людям и для этого он использовал финансовую пирамиду как инструмент на свой взгляд. Но Мавроди исходил из собственных представлений о добре, которое могло расходиться с представлениями других людей. Но перед ним стояла задача по вовлечению в МММ как можно большего количества людей. Мавроди неоднозначная фигура, которая до сих пор вызывает противоречивые оценки. Многие до сих пор считают его мошенником и аферистом, хотя в то же время уважение к нему растет и люди проникаются идеей МММ. В 90-х граждане вступали в нее, чтобы вложиться и получить деньги. В последнее время потенциальных же вкладчиков привлекала надежда на лучшее будущее. Мавроди неоднократно говорил о том, что собирается разрушить мировую финансовую систему и построить новый мир. И он действительно верил в осуществимость этого плана. Он не ставил целью обман и личную выгоду, но излишне полагался на свою теоретическую концепцию, которая эффективно функционировала лишь в его голове, а не в реальности. Объективные и субъективные факторы из раза в раз разрушали МММ. Люди разорялись и направляли свой гнев на ее создателя. Мавроди ощущал ответственность за свое детище, но не чувствовал вины за крах финансовой пирамиды. По его мнению, ее разрушили внешние силы, а в его расчетах не было ошибок. И хотя он уверял, что хочет помочь людям, он не отличался особой эмпатией. Мавроди руководствовался не чувствами и эмоциями, а логикой и расчетом. Но рационализм не может существовать в отрыве от эмпиризма. А у Мавроди рассудок сильно переваливал над эмоциональной составляющей. Перед тем, как закончить, хочу поделиться, что в последнее время я тратил свое время на то, чтобы создать сервис, который не будет обещать вам большого заработка, не будет обучать какой-то конкретной профессии. Хотя я понимаю, что сейчас этой потребности у многих стало больше. Мы забываем о том, что нам приходится взаимодействовать с большим количеством людей вокруг. Я создал сервис по подписке, который включает в себя многие обучающие программы, которые помогут вам погрузиться в тему конфликтологии, в целом коммуникации, взаимодействия с другими людьми, психологии поведения, чтобы развить свои коммуникативные навыки. Ознакомиться с этим проектом по подписке и выбрать желаемый тариф вы можете по ссылке в описании. За небольшую стоимость вас ждет большой пласт обучающих продуктов. Но перед этим предлагаю пройти небольшой турнир по коммуникации с элементами геймификации, где вы не только будете проверять свои коммуникативные навыки и будете все-таки чему-то учиться. Проходите турнир, занимайте призовые места, получайте баллы и тратите баллы на какие-то бонусы или подарки, которые для вас там подготовлены. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Очень надеюсь, что скоро увидимся, ведь у меня есть о чем вам рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова